Это программа День с Толком в студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Военная операция на Донбассе спазмировала общество. Мнение политологов, экономистов и жителей воюющего региона о происходящем. В бюрократической машине всё равно. Жителям края приходят результаты ПЦР-тестов, которые они не сдавали. Общественные бани необщедоступны. В Барнауле больше нет народных парилок. Начнём выпуск с главной темы всей этой недели. Ситуация вокруг Донбасса. Сегодня Владимир Путин заявил о специальной военной операции. Спустя несколько часов Украина разорвала дипломатические отношения с нашей страной. Об этом сообщает ТАСС. Российская военная спецоперация, которая началась сегодня, буквально спазмировала общество. Мы связались с политологами, экономистами, а также с жителями Донбасса, чтобы узнать их мнение о происходящем. Неучебная тревога. Этим утром жители Украины вставали под военную сирену. Владимир Путин объявил спецоперацию. На территорию самых провозглашённых республик ДНР и ЛНР зашли миротворческие войска. Украина в ответ объявила мобилизацию. С утра в интернете стали появляться видео взрывов. Российская Минобороны заявила, бомбим только военные объекты. Через несколько часов после начала спецоперации жители Украины стали пытаться покинуть крупные города, эвакуироваться в ближайшие страны. На дорогах пробки, жители в панике. Нам удалось связаться с жителями Донбасса, чью независимость два дня назад признала Россия и несколько стран. Люди в ДНР и ЛНР говорят, что у них к происходящему относятся иначе. Люди настолько привыкли ко всему этому, что даже не возникает паника. Город живёт своим ритмом, скажем так. Молодой человек объясняет, военнообстановка в их жизни не прекращается с 2014 года. В 2016 она перешла в фоновый режим, сейчас обострение. Тем не менее, единого мнения происходящему жителей Донбасса нет. Помощи населения Луганска и Донецких республик ждало точно. В каком виде она должна была прийти сюда, непонятно. Но самое главное, чего все ждали, это чтобы здесь установился мир. По мнению алтайского политолога Константина Лукина, для жителей России спецоперация мало что несёт. А в политическом и стратегическом плане действий, спустя 8 лет после Крымской войны, эксперт одобряет. Мы пережили тех, кто мог выступать против. Пробовали выйти на Европу, Америку и все остальные зависимые страны со своими требованиями. Но, не получив ничего в ответ, войсковая операция, которая действует с точки зрения Бликскрига, оправдывает всё, что существовало до этого. Кроме военных действий, сейчас многих россиян волнуют экономические последствия. Местные эксперты уже не советуют менять рубли на доллары. Курс валют скачет. Но маленький лайфхак эксперт всё же подсказал. Некоторые общероссийские и местные эксперты уверены, долгими военными действиями не будут. А в крае готовятся принимать беженцев. Правда, точное количество людей, которых у нас готовы принять, власти пока не называют. Анастасия Дороган, День с толком. К другим темам. Черышский район может столкнуться с паводгом уже в ближайшее время. Накануне там ввели режим повышенной готовности. Сообщается, что ранее из-за сильных морозов в Черышском районе перемерзли малые реки. И теперь на них при помощи техники распиливают лёд, чтобы убрать преграду на пути талых вод. Последние неизбежны при наступлении плюсовых температур. Синоптики, к слову, прогнозируют тёплый март в этом году. Столбики термометра не должны опуститься ниже 5 градусов. Однако Черышский пока единственная территория, где началась подготовка к паводкам. В остальных районах края заявляют в МЧС действовать пока. Рано. Представьте ситуацию. Вам приходят результаты ПЦР-теста на коронавирус, который вы даже не сдавали. Если он положительный, автоматом, карантин, обнуление годового сертификата о вакцинации, отмена планов, командировки, отпуска. С такой ситуацией столкнулся и наш корреспондент. Передаю слово Ирине Корчагиной. В бюрократической машине всё равно. В очередной раз сама убеждаюсь в этом. На портал Госуслуг мне пришло уведомление. В нём были внесены мои паспортные данные и результат ПЦР-теста на коронавирус. Вот только этот тест был выполнен в диагностическом центре Рубцовска и не для меня. К счастью, я получила чужой отрицательный тест. Начав мини-расследование, удалось выяснить. Биологический материал в лабораторию приехал из Егорьевской центральной районной больницы. Это недалеко от Рубцовска. И, по всей видимости, ошибку совершили именно в этой больнице, в которой мне пояснили по телефону. К ним пришла моя тёзка, и сотрудники выбрали в базе НИТУ Корчагину Ирину Сергеевну. Мы попросили Минздрав прокомментировать ситуацию и объяснить, что делать, если человек получил чужой ПЦР-тест, тем более положительный. На что в ведомстве нам ответили. Это единичные случаи, и сказать тут нечего. На самом деле сотрудники медицинской организации, точнее лаборатории в данном случае в базах своих, могут убрать некорректный тест. Ситуации такие возникают. То есть такие ошибки действительно случаются, и для этого специально есть форма для жалобы. То есть убрать ложный тест можно в ручном режиме, отправив жалобу в личном кабинете госуслуг. Информация будет отправлена в Минздрав, а они уже в течение трёх дней должны решить проблему. Подчеркнём, этим занимается именно Минздрав, а не госуслуги. Портал только транслирует информацию. В конце хотелось бы добавить. Мы живём в пандемии. Врачи и медсёстры работают в авральном режиме. Человеческий фактор никто не отменял. Но непонятна позиция Минздрава, что значит единичные случаи. И на госуслугах, и в больнице нам подтвердили, такое случается. Так неужели у нас необходимо быть журналистом, чтобы решить даже такой мелочный вопрос? С 1 марта вступят в силу новые правила по проведению и назначению экспертизы молока и молочных продуктов, которые будут продавать на розничных рынках. Владельцам частных подворий считают некоторые эксперты, выполнить их будет крайне сложно. Сегодня в Краевом Заксобрании говорили о том, что алтайским производителям нужно дать время для перехода на новые требования. По ним каждая партия молока должна проходить несколько экспертиз. На вкус, цвет, запах, содержание жиров и белков. На отдельные показатели – ежемесячно, на другие – ежедневно. Для сравнения, сейчас производители сами проходят подобный анализ раз в месяц. Новые пункты заставят фермеров тратить гораздо больше средств на экспертизы и времени на дорогу. Сложности возникнут и у властей. Так, по словам Самодурова, в Крае не хватает 232 лаборантов и лабораторий. Если они не соответствуют требованиям, их закрывают, а сотрудников переводят на противоэпизоотические мероприятия. Сделаем. Приказ будет рассрочен через полтора-два месяца. Для того, чтобы не вводить сумятицу, мы оставили все как есть. Есть определенные вопросы, немного поменяли схему. Но кратность, она практически осталась. Ежедневные обработки мы убрали. То есть сегодня у нас будут проводиться ежедекадные, ежемесячные исследования раз в полгода. Жители Барнаула возмущены сносом общественных бань. Последнюю народную снесли в начале зимы. И люди негодуют, что отныне нет ни одной доступной бани, где можно было не просто помыться, но и отдохнуть. Почему подобных мест становится все меньше и есть ли надежда на открытие новой городской бани, узнавала Валентина Аскерова. На этой территории, которая вот за мной, находились русские бани. А значит, в эти бани я ходил с конца 70-х годов. Общественную баню в центре города сравняли с землей. А вместе с ней ушла эпоха душевного досуга, ностальгирует житель Барнаула Александр Политаев. Он десятилетиями ходил сюда помыться, встретиться с друзьями и отдохнуть. Здесь был определенный ритуал. Пенсионеры собирались, парились, беседовали. Дедушки, которые здесь были, они передавали вот этот опыт, как пар подготовить, как париться. Все это передавалось из поколения в поколение. Из поколения в поколение банной традиции больше не передать, сетуют жители. А ведь банная история Барнаула зародилась вместе с историей самого города, рассказывает краевед Данил Дегтярев. В конце 19 века появились общественные или иначе торговые бани. Одна из них была на месте этих руин на улице Никитина. Просуществовала почти полтора века, до 2010 года. А сейчас мы видим только остатки этого крупного банного комплекса, так называемых Никитинских бань. В советское время количество бань возрастало, потому что росло население города. Многие переселились в многоэтажные жилые дома, а, конечно, до собственной ванны и душа еще не доросли. Поэтому ходили в бани. Сегодня в каждой квартире есть ванная комната, поэтому и потребность в банях на первый взгляд исчезла. Но на самом деле немало барнаульцев мечтают попариться в общественной бане. Например, гущинские бани – это на другом конце города. Допустим, если есть свой личный транспорт, я могу туда съездить. Но, опять же, вот по тому, насколько они, бани, востребованы, это говорит очереди. Там в субботу, воскресенье можно часа два сидеть в очереди, чтобы помыться. Кстати, последняя народная баня на Союзе Республик ушла с торгов. Что будет на ее месте, пока непонятно. Но жители уверены – очередной жилой гигант. Откроются в ближайшее время в городе новые доступные банные комплексы. Эксперты в этом сильно сомневаются. Век рыночной экономики доступному досугу места нет. Все преждемуниципальные бани отданы в частные руки. А между тем приятный и полезный для здоровья досуг, который берет свое начало со времен Древнего Рима, не теряет народного спроса. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Вадим Быстревский. День с толком. К 20 годам лишения свободы приговорил суд жителя Алтайского края, который убил полицейского. Трагический случай произошел летом прошлого года в барнаульском поселке Ганьба. А вердикт виновнику вынесли накануне. Напомним, участковый поехал на служебной машине в Ганьбу, чтобы передать повестку о явке бывшему заключенному. Последний попросил участкового его подвезти до проезжей части. Сидя на заднем сидении, преступник застрелил сотрудника полиции, а после сжег его машину вместе с телом. Сегодня стало известно, что суд приговорил преступника к 21 году и 3 месяцам тюрьмы в колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить компенсацию жене погибшего размером в 1 миллион рублей. Барнаульский студент создал целую систему утилизации батареек. Включает она и экологические акции. В них участвуют 50 школ и детских садов. Всего за 6 месяцев участники собрали тонну батареек. Но вот с их переработкой, впрочем, как и в целом, вторсырья в Барнауле – туго. Почему? Разбиралась Анастасия Наборщикова. В их руках карандаши и конструктор, а в голове – правильные мысли. То, что батарейка – жуть, как вредна, малыши узнали от воспитателей. Сегодня в детском саду номер 250 взрослые рассказывают, что такое вторсырье. Наби я фотку, чтобы сделать новые батарейки. 250 килограммов батареек здесь собрали за полгода. Контейнеры для них на виду не стоят, потому что батарейки – опасные отходы. Из-за этого воспитатели строги, но студенту Даниилу Егорову удалось объединить вокруг своей идеи 50 школ и детских садов. Масштабный проект молодого барнаульца решил непростой вопрос утилизации. Сейчас вышли на крупную компанию, которая готова по заявкам вывозить батарейки в любом регионе нашей страны, если собрали более одной тонны. Но для нас в следующем учебном году это будет совершенно не проблемой, потому что мы здесь за половину учебного года собрали более одной тонны только с одного барнаула. А на сентябрь мы уже, получается, расширяемся. Барнаул, Бис, Крупцовский, Новоалтайский. Вот, посмотрите, это наш лес. И поэтому там кто-то выбросил эти батарейки. Все ежики могут погибнуть. Скажите, пожалуйста, а почему вы не сортируете мусор? Ну, потому что у нас нету контейнеров специальных. Если бы они были, то я, возможно, бы сортировала хотя бы пластик, стекло, железо. Барнаульцы постарше батарейки утилизируют редко. Сегодня в городе сборы, переработка вторсырья, заслуга частников. А это значит, что, по сути, мусорной реформы на Алтае нет. Хотя люди уже готовы разделять. Я три пакета возьму. В одну, например, железную, в другую пластиковую. А в третью какое, ну, какое там еще может быть. Обычные отходы? Ну, обычные, да. А куда это все будете сдавать? Ну, наверное, вот сюда. Так у вас тут только пластик? Ну, придется только пластик. Мусорная реформа вполне осуществима. Например, в этом дворе стоит три контейнера. Если этот оставят для простых отходов, а эти, например, два, для стекла и пластика. Но встает вопрос, если простые отходы можно увезти на полигон, то куда увезут стекло и где его будут перерабатывать, сегодня не ясно. Справедливости ради ответы есть. Их мы получили от рекоператора по Барнаулу, и от организации мусора больше нет. Правда, насчет вторсырья они особо не сходятся. Чтобы осуществить дальнейшую его раздельную приемку и переработку, нужны соответствующие точки, соответствующие предприятия по переработке. У нас на сегодняшний момент их нет. Нам нужен мусоросортировочный комплекс, нам нужна переработка. Ребята, у нас сейчас переработчики простаивают, потому что у них мало объемов вторички. Давайте работать с тем, что есть. Наполним людей-переработчиков вторсырьем, который есть в городе. Задача не ставится такая. Со стороны города? Да, совершенно верно. Региональный оператор, он обязан обеспечить бесперебойный вывоз мусора. Эта задача выполняется на 100%. Пять лет назад было порядка 30 баков для сбора пластика. Сейчас их порядка 300. И все они не наш регоператор. Все они это частные предприниматели, которым не все равно на экологии. Батарейки нельзя выбрасывать. Могут все ежики погибнуть. А как так получается собирать много батареек? Задействованы были не только родители, но и наши бабушки, дедушки, соседи и коллеги по работе родителей. Как-то так с азартом отнеслись к этой акции. И вот так получилось у нас здорово. В нашей акции хороший пример. У нас нет ресурсов, у нас нет своего автотранспорта. У нас ничего нет, кроме желания. Есть фирмы, которые готовы это раздельное вторсырье вывозить, отправлять на переработку. Для этого не нужно строить какой-то завод, какую-то мусоросортировку. Нужно просто желание. В январе эта акция объединила тысячи людей. Тогда вторсырья собрали почти 7 тонн. И все это сегодня на переработке. Например, 8 килограммов зубных щеток отправили в Новосибирск. Из них там сейчас сделают шариковые ручки. А вот батарейки, которые собрали малыши, отправят в Челябинск, где они заработают вновь. И пока чиновники только думают о мусорной реформе, простые люди уже спасают эту планету. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов и Вадим Быстревский. День с толком. День защитника Отечества накануне отметили в Барнауле. Власти, края, города, депутаты и общественники возложили цветы на мемориале славы. Кроме официальных лиц, в церемонии участвовали рядовые жители Барнаула и военнослужащие в отставке. По их словам, День защитника Отечества в последние годы проводят несправедливо тихо. Мало общественного внимания, к примеру, по сравнению с нулевыми годами. И здесь все дело в воспитании, объясняют мужчины. Один прошел плен, один финскую войну. Я воин ГСВГ, грубо-советский хойст Германии. Прошел мирное время, правда. Меня стороной обошла война. Ну, чтить память вот тех, которые здесь. Наша обязанность. Уникальную настольную игру презентовали сегодня. Называется она «Барнаул. Наш вклад в победу». Авторы образовательного патриотического проекта, шестеро энтузиастов, методисты и историки. Они уверены, жители города трудовой доблести должны знать его историю времен Великой Отечественной. Как дойти до финиша без потерь и на кого прежде всего рассчитана игра, узнавали наши корреспонденты. Каждый второй патрон тоже наш, станкостроительный завод. Это, собственно, стела городу трудовой доблести, как она будет выглядеть по проекту. Один из разработчиков игры, Марина Панкрашова, рассказывает восьмиклассникам 132-й барнаульской школы, что означают игровые фишки. Ребята первые, кто пробует новую настолку. На игровом поле шесть разделов. Дойти до Нагорного парка, где, собственно, и расположат стелу город трудовой доблести, можно лишь правильно, ответив на исторические вопросы. Об эвакуированных заводах, образовании, культуре, столице края, времен Великой Отечественной. Это, в общем-то, все, чем живет город. То есть, в принципе, если мы встречаем там такой вопрос, сколько составляло граммов хлеба получал рабочий в городе Барнауле, и вообще для многих это было открытие, что здесь, в тылу, казалось бы, но тоже хлеб выдавался по определенной норме. И даже вода, потому что тоже этого мало кто знает. Знают действительно мало. Это стало понятно уже после пары вопросов, на которые у восьмиклассников ответов не было. В принципе, интересно, если бы я еще что-то знал из этих вопросов. Некоторые затруднения возникают. Мне она тоже показалась сложной матерью. Именно поэтому в помощь авторы создали методичку с ответами. Чтобы игра была действительно интересной, сначала нужно изучить материал. Кстати, создатели настолько уверены, такая игра должна быть в каждой школе города. На данный момент хотя бы в единственном экземпляре. Уже вот сейчас, посмотрев на то, какие есть вопросы, я вижу, что в преддверии Дня Победы мы можем этот материал использовать в разных классах совершенно, независимо от того, что содержание Великой Отечественной войны, к сожалению, изучается сейчас только в 10-м классе. Я считаю, что это должны знать детки, начиная уже, наверное, с 4-го и с 5-го класса. Мы будем рады получить такие комплекты и использовать их постоянно. В создателе игры говорят, массовое производство пока не запланировано. Если кто-то с этим поможет, скажут спасибо. Но об электронном варианте в виде приложения уже думают. Если школьники и педагоги игру положительно оценят, то ее доработают и улучшат дизайн. К слову, ни в одном городе трудовой доблести ничего подобного не создавалось. Барнаул в этом смысле уникален. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания Валар. До встречи! Продолжение следует...